Привет всем! С вами Антон Кучумов, проект Workout фитнес городских улиц и сегодня очередной выпуск нашего видеоблога на канале youtube. Выбирая тему для данного выпуска я решил остановиться на вопросе, который наверное будет актуален для всех жителей больших мегаполисов, для всех кому современный ритм жизни оставляет не так много свободного времени. Я хочу сегодня поговорить о том, в какое время лучше проводить тренировки. Кто-то тренируется утром перед работой, кто-то тренируется в обед, кто-то после работы, а некоторые занимаются даже ночью. И при всем при этом всем удается получать результаты и прогрессировать. Так есть ли единое мнение по поводу того, когда лучше тренироваться? Как такового единого времени для тренировок, когда всем абсолютно будет одинаково эффективно тренироваться, его нет. И то время, когда вы будете тренироваться, то время, которое вы выбираете, оно напрямую зависит от вашего образа жизни. То есть есть несколько основных факторов, которые влияют на то, в какое время будет тренироваться лучше всего именно вам. Давайте поговорим о них поподробнее. Начну с первого, с питания. Очевидно, что если вы чувствуете себя голодным, вы не сможете продуктивно тренироваться, не сможете выложиться на все 100%, просто потому что вам будет хотеться есть. Аналогично, если вы только поели, вы тоже не сможете тренироваться, потому что будете ощущать тяжесть в желудке. Из этого следуют все вот эти распространенные рекомендации тренироваться через некоторое время после еды, через час, через два. Здесь опять же все индивидуально. Зависит от того, как работает ваш ЖКТ, зависит от того, сколько вы поели, чего вы поели. И вот таких вот универсальных рекомендаций, столько-то времени они подождали и начали тренироваться, их нет. Смотрите по тому, как ваш организм реагирует на нагрузку. Смотрите, сколько конкретно вам комфортно отдохнуть после приема пищи, перед тем, как начать заниматься. Это первый пункт, о котором вам следует подумать, когда вы выбираете время для своих тренировок. Второй момент, который нужно принимать в расчет, это сердечно-сосудистая система и другие системы вашего организма. Приведу примеры. Утром, когда вы проснулись, вашему организму требуется определенное время, чтобы перейти из режима сна в режим бодрствования. Это время необходимо, чтобы постепенно разогреть вес ваш организм, чтобы прогреть связки, суставы, мышцы, наполнить их кровью. Потому что когда вы лежите, вы не двигаетесь. А когда вы тренируетесь, вы двигаетесь очень активно. Именно поэтому я не очень большой поклонник идеи тренироваться с самого утра, тем более тренироваться активно. Просто потому, что ваш организм к этому не готов. А когда вы даете нагрузку на организм, который не готов, это зачастую ведет к травмам, которых можно было бы избежать. Поэтому сколько времени необходимо вам будет после того, как вы проснулись и перед тем, как начать тренироваться? Опять же, как и всегда, все абсолютно индивидуально. И зависит от вас, от той тренировки, которую вы хотите дать, от вашего уровня подготовки и от кучи других параметров. Поэтому просто должно пройти время. Учитывайте это. Аналогично вечером. Те, кто тренируется перед сном, поздно ночью, должны учитывать тот факт, что когда вы тренируетесь, вы разгоняете свой сердечный ритм. А когда вы спите, он, наоборот, у вас стабильный и очень спокойный. И вот между этими двумя состояниями очень большая пропасть. И для того, чтобы организм мог перейти из состояния активной тренировки в состояние покоя и отойти ко сну, ему придется успокоиться и потратить на это какое-то время. Именно из этого следует рекомендация не тренироваться за час или за два до сна. Просто чтобы у вас было время спокойно подготовиться и подготовиться к тому, чтобы перейти в фазу сна. Потому что если вы сразу потренируетесь, вы не сможете заснуть. Ваш организм будет в режиме активного действия, в режиме бодрствования. И ему будет очень тяжело перейти в режим сна. Если, конечно, вы настолько упашетесь на тренировке, что просто не останется силы, вы просто придете, ляжете на кровать и вырубитесь, то такой вариант тоже, конечно, есть. Но все индивидуально, смотрите по себе. Момент третий. Я условно назову его поддержкой. В чем его смысл? Смысл в том, что тренироваться вместе с кем-то всегда эффективнее, интереснее, полезнее, чем тренироваться в одиночку. Об этом будет еще отдельный видеоблог, почему важно найти партнера для тренировок и насколько сильно он вам поможет прогрессировать, особенно если он выше вас уровнем. Но сейчас просто хочу сказать вкратце о том, что тренироваться вместе с кем-то это эффективнее. Поэтому выбирать время для тренировок следует также учитывать, когда ваш партнер может тренироваться. И подбирать его таким образом, чтобы вы вместе могли встретиться на площадке и позаниматься. Если кто-то из вас не может, то этот план уже не работает. Если вы сейчас тренируетесь в одиночку, без разницы по каким причинам, ну, ребят, настоятельно советую все-таки что-то сделать и найти кого-то, может быть, даже из тех, кто тренируется на вашей площадке, чтобы тренироваться вместе с кем-то. Просто поверьте мне, поверьте моему опыту. Я на своем собственном примере это понял, когда начал тренироваться с Саней и просто начал по-настоящему расти. То есть до этого я пару лет фигней страдал, а когда увидел, как на самом деле надо тренироваться, и когда я начал тренироваться вместе с ним, когда мы начали друг друга мотивировать, это вот такое небольшое соперничество на тренировке, это действительно то, что позволило мне вырасти буквально за пару лет довольно сильно. Поэтому учитывайте этот фактор тоже. Ну и четвертый, наверное, заключительный фактор на сегодня это, в принципе, ваш образ жизни. То есть если ваша работа связана с тяжелым физическим трудом, наверное, не стоит ставить тренировку рано утром. Просто потому, что ваша тренировка конфликтует с вашей работой. Если вы хорошо выложитесь на тренировки, вам будет тяжело на работе. В то же время вам будет тяжело выложиться на тренировки на 100%, потому что вы знаете, что впереди вас ждет тяжелый день. Как из этого круга выбраться, это уже зависит от вас. Но просто надо понимать, что вот такая вот есть особенность. Даже если вы ее не осознаете, она все равно есть. И она все равно на вас влияет. Поэтому надо что-то придумать. На тренировку вы должны приходить свежий, отдохнувший, готовый заниматься. И с пониманием того, что вы можете выложиться на 100%. Тогда будут результаты. Далеко не всегда удается прийти на тренировку свежим и отдохнувшим. И здесь уже на самом деле все зависит от вашего опыта. То есть, если вы начинающий, то лучше либо пропустить вообще тренировку, либо дать облегченную версию. Просто потому, что когда вы устали, вам будет тяжелее сфокусироваться. Когда вы не сфокусированы на тренировке, это прямой путь к травмам. Ну, несерьезно, конечно. Там растяжение всякие, подвывихи, может быть. Но все равно неприятно. И из-за них придется пропускать больше тренировок. Поэтому мой всегда совет. Лучше дайте один лишний день отдыха, чем перетренироваться и получить проблемы. В конечном итоге вы планируете заниматься всю жизнь. И один день здесь ничего не решает. Но если вы уже давно занимаетесь, и все в отличие знаете свой организм, то даже придя уставший, убитый после работы, можете потренироваться. И это будет плюс. Все зависит от того, насколько вы хорошо умеете себя чувствовать. То есть ваша задача научиться понимать сигналы, которые дает вам ваш организм. Научиться читать его. И это вот один из таких секретов успеха, которые вы выучите за время тренировок с течением времени. В общем, резюмируя сегодняшнее видео, что можно сказать. Основные факторы, которые будут влиять на выбор времени для тренировок, я перечислил. Всю ерунду вроде биоритмов и прочего, честно говоря, я не вижу смысла брать в расчет. Они индивидуальны, они зависят от образа жизни очень сильно. То есть такого, что вот абсолютно всем людям эффективно тренироваться после, условно, 4-6 часа дня, это бредятина. Если вы посмотрите исследования, которые привели к таким заключениям, то, скорее всего, увидите, что им нельзя доверять. По крайней мере, я не увидел ни одного исследования, которым можно поверить. Вот честно, не увидел. Если знаете такие исследования, скидывайте обязательно в комментарии. Я их прочитаю, посмотрю и либо укажу на ошибки, либо запишу новое видео на эту тему. Посмотрим. И второй момент еще, который хотелось бы сказать в конце. Очень важно, чтобы то время, которое вы выбрали, чтобы в это время вы могли регулярно заниматься. То есть, если, в принципе, тренироваться более полезно, чем вообще не тренироваться, то тренироваться регулярно в одно и то же время гораздо полезнее, чем иметь рваный график тренировок. В течение времени ваш организм будет привыкать, что в этот день недели или в это время вы будете давать нагрузку, и, соответственно, он уже будет подготавливаться к тому, что вы будете грузиться. И вы будете психологически подготавливаться, и физиологически вы будете более готовы к тренировке. И вот вхождение в так называемый режим, Оно постепенно, постепенно будет повышать ваши результаты Вот и все на сегодня Надеюсь, это видео покажется вам полезным И поможет определиться с тем временем, когда вам лучше тренироваться С вами был Антон Кучумов Канал Workout Fitness Городских Улиц До встречи в следующих выпусках Пока Спасибо за просмотр И если вам понравилось это видео То не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Потому что впереди вас ждет еще очень много интересных тем